Это может странное сравнение, ну как яичко такое, оно прям гладенькое, еще только глоточек любимого ароматного чая. Будете выглядеть как лялечка, поверьте мне на слово, ваши брови не сдвинет даже реактивный самолет. Под венец я бы тоже так спокойно пошла. Готовьте себе сразу там завтрак, обед и даже наверное ужин. Это вырежется. Всем привет, вы давно меня просили сделать отдельное видео о моей любимой люксовой косметике, чтобы все было собрано в одном месте, такой один большой гайд со всей информацией, поэтому сегодня я здесь, давайте начинать. Самая сложная категория это тональные кремы, потому что у всех у нас разная кожа, разные ожидания и разные требования к тональному средству. У меня нормальная, склонная к сухости кожа, у меня также на лице есть расширенные поры, иногда появляются какие-то несовершенства, но я покажу вам те средства, которые подойдут хорошо и комбинированной коже и даже жирной. Начнем с того, что мне нравится на каждый день. Тон, который попал сюда немножко авансом, он у меня относительно недавно, но мне настолько сильно он нравится, что я сейчас пользуюсь им изо дня в день и я не могу нарадоваться тому, как комфортно моей коже и как красиво он выглядит и в реальной жизни, то есть при дневном освещении и также при видеосъемке. Я практически каждый день что-то снимаю, если не на видео, то в сториз. Это марка Shiseido, именно версия Glow. Для меня это и уход, то есть увлажнение и выравнивание оттенка кожи. Тон дает легкое к среднему покрытие, его можно наслаивать. Красивее всего будет смотреться на нормальной, такой слегка склонной к сухости кожи и возрастной. На мне держится прекрасно в течение всего дня, даже если я его не припудриваю. Дальше, если у вас комбинированная и жирная кожа, но вы за естественный финиш, когда в принципе ваш оттенок лица выровнен, но при этом кожа просвечивается. Мне кажется, что это довольно универсальное средство, которое красиво будет смотреться и на молодой коже, жирной любой и даже возрастной, потому что оно не оседает в морщинках, в порах. Если вам нужно перекрыть какие-то более серьезные недочеты, типа как пигментация или высыпание, то нанесите поплотнее корректор, но при этом основная часть вашего лица будет смотреться так, как будто вы вот такая вся свеженькая, проснулись утром и практически не наносили на себя макияж. Если же вы ищете что-то поплотнее, вот хороший вариант на каждый день, который не будет сушить, стягивать, особенно это актуально, когда за окном мороз, ветер, отопительный сезон, все дела, то обратите внимание на марку Клиник. У них есть линейка, которая называется Even Better. У меня у самой он когда-то был, но у меня слишком много косметики, мне приходится раздаривать даже самое лучшее, потому что мне жалко, что такое добро пропадает. Поэтому я подарила ей своей маме, жене, брата и подругам. И поверьте мне, все, кому я его презентовала с разными типами кожи, реально им пользуются, потому что иногда я переспрашиваю у девчонки, что понравилось, что нет. И вот каждая сказала, что это было попадание в яблочко. Более плотные, более стойкие, с таким полуматовым финишем. Для меня это тональное на выход, на какие-то особые случаи. Но вообще-то, если совсем по-честному, то особенно в холодное время я, скорее всего, отдам предпочтение тону от Evelyn. Даже сейчас не буду показывать Yves Saint Laurent, потому что на протяжении, сколько там, двух лет, наверное, я пользуюсь практически только им, когда мне нужно выглядеть идеально с утра до вечера. Но если мы говорим именно о таком полуматовом финише, который очень хорошо и красиво выглядит на коже, не как замазка, то вот эти два красавца, я думаю, что должны вам понравиться. Конкретно в моем случае, такие тональные я наношу тогда, когда за окном реально жарко, когда лицо может потеть. Но мне хочется быть уверенной в своем макияже. И если помните, то летом я снимала собиралку, я реально красилась на свадьбу, и тогда я использовала классическую версию Tane Duel от Lancome. Очень ее люблю, и она может немножко окисляться, и когда-то я даже пользовалась ею каждый день. Но сейчас мои предпочтения поменялись, и вот эта версия Light так же красиво скрывает поры, она так же красиво усаживается на лице. Она делает лицо, знаете, таким как, это может странное сравнение, ну как яичко такое, оно прям гладенькое, безупречное, без единого изъяна, и на него шикарно наносится макияж. И то, как он держится, это отдельная история, которую я не буду продолжать, вы просто знаете, что этот тон я очень люблю. И сейчас, если бы я выбирала классический Tane Duel или этот, то, наверное, даже этот. Если бы я снова выходила замуж, я тоже накрасилась бы этим. Мне кажется, что это немножко недооцененный тональный крем от Estee Lauder, называется он Double Wear Light. Классический Double Wear очень видно на лице. Я также им пользовалась, я видела его на других, я считаю, что Light это более щадящая версия для нашей кожи, которая точно так же все шикарно перекрывает, она как ластик стирает все поры, она не проваливается морщинки, не подчеркивает поры, и она не делает нас визуально старше, что иногда случается с классическим Double Wear. И вот этот тон еще более простой, более пластичный в использовании, поэтому по сравнению с классикой он выигрывает. Мне же стыдно признаться, но у меня есть практически вся линейка тональных средств от Eves Saint Laurent, еще и в разных оттенках. Ну да ладно, упустим этот факт. Главное, что я многое попробовала и скажу, что это уникальный бренд, и такого свечения вы не найдете ни у кого другого. Вот представьте себе ситуацию, что проходит такая сияющая, лощеная дама с таким легким, но притягивающим взгляд макияжем. И вот если она будет накрашена от тушекла, то вам захочется обернуться вслед и подбежать, спросить, а чем вы накрашены? И классическая версия тушекла это среднее покрытие, сияние, о котором я уже рассказала, и относительная стойкость. На мне вопросов никаких не возникает. До вечера я могу быть уверена в том, что с моим макияжем все хорошо. Но если у вас суховатая кожа, то не забывайте, что вам нужно позаботиться о том, чтобы убрать все шелушения из вашей кожи, это раз. А второе, нанесите какой-то хороший увлажняющий крем. Не знаю почему, иногда он может подчеркивать шелушение. И раньше он был прямо таким питательным, а сейчас он увлажняющий. На каждый день, да. Для тех, кто любит вот прям такое свечение. И вы знаете, он может подчеркнуть несовершенство на коже в плане высыпаний, если не ровная текстура. Шесейда прощает такие погрешности нашей кожи и ее неидеальное состояние. С вот этим же нужно вот так, знаете, ну вот я не могу каждый день им пользоваться. Неважно, как я там выгляжу, есть что-то на лице или нет, я могу намазать шесейду и все будет хорошо. А вот этот, ну такой иногда может быть коварным. А вот кушон тушекла, по моим ощущениям, это то же самое, что раньше было в баночке. Почему же я никогда ничего не рассказывала об этом средстве на своем канале? Потому что я снимала битву брендов для канала Makeup.ua. И мне хотелось, чтобы там был уникальный контент, то, чего у меня здесь нет. А вот сейчас, по прошествии какого-то времени, я готова поделиться и здесь. У меня он в довольно темном оттенке. Просто на зиму, когда я более светлая, мне нужно купить что-то посветлее. И сегодня с моими друзьями из Makeup.ua, которые отправляют в Украину и Makeup.ua отправляют в Россию. Вы также можете заказать на Makeup.ua, вашу любимую косметику. Так вот, мы с ними организовываем конкурс. Я анонсирую его в конце видео, а видео будет очень долгим, но обязательно оставайтесь до конца. Оно того стоит. А на Makeup.ua, на Makeup.ua заглядывайте за вашими фаворитами. Не только из декоративной косметики, не только из люксового сегмента. У них есть все. Грядет черная пятница. Вы знаете, что нас ждет. И также заранее советую подумать о подарках на Новый год. Теперь мы продолжаем. Консилеры. С консилерами все просто. Я не люблю плотную штукатурку. Я люблю, чтобы и увлажняло, и перекрывало, и хорошо держалось. И мой самый любимый, это, сразу вам скажу, что это мой фаворит года. Я о нем много раз рассказывала. Он есть у моей мамы. Я знаю, что им часто пользуются визажисты, потому что, если вам не все равно, что будет с вашей кожей через даже несколько лет, я не буду говорить через 10, потому что через 10 лет мы все состаримся, но не хотелось бы как-то это спровоцировать. Не хотелось бы вызвать преждевременное появление морщин, какую-то сухость под глазами. И вообще макияж должен смотреться естественно, лично в моем понимании. Но при этом, чтобы были перекрыты синяки, усталость, и чтобы макияж выглядел, ну, приблизительно вот так. Это мой идеальный нюд. И на каждый день, и на выход, и под венец я бы тоже так спокойно пошла. Так вот, это консилер от марки Хелена Рубинштейн. Да, тяжелый люкс, но на секундочку здесь 15 мл. И я не знаю, когда он у меня закончится, я его не жалею, я использую спонжи для макияжа, то есть они съедают часть косметики, которую я наношу на свое лицо, и при этом, при всем, он со мной уже довольно давно. И моя мама тоже его любит, а она не переносит консилеры. В принципе, у нее есть два, и второй, ну как есть, я им подарила два, которые в ее понимании окей. То есть, если она красится, то она возьмет один из вот этих. И второй консилер, идеальный для ежедневного использования, это Estee Lauder, вы наверняка его знаете. Здесь меньше покрытия, но еще больше увлажнения, он буквально растворяется в вашей коже. И я не знаю, кто пустил такой слух, что его снимают с производства. Я спрашивала у представителей Estee Lauder, они сказали, что нет, он продается, это наш хит, мы не собираемся его исключать. А обожаю вот эти два консилера, использую как на каждый день, так и на все важные, ответственные мероприятия. Покупаю и буду покупать. Самые плотные и стойкие корректоры, которые есть в моей косметичке, скрывают любые прыщи, покраснения, пигментацию и даже синяки. Например, после какой-то бьюти процедуры, первый из них от бренда NARS, продается в вот таком формате и имеет матовый финиш. Но, например, когда я использую какой-то такой увлажняющий и тональный, не припудриваю его, то такой корректор может быть немножко заметен. Учитывайте это, поэтому в таких случаях я выбираю корректор от марки Lancome. Это тоже линейка от Tone D'Or, замечательно держится и он уже такой, как плотная паста. Его нужно немножко и в случае таких плотных средств просто растушевываем края, при том, что он такой увлажняющий, он шикарно держится и визуально скрывает какие-то шелушения. Если это подсохший прыщ или кожа на том месте, где мы что-то прижигали, ну с кем не бывает, ситуации случаются разные и для меня это спасение. Господи, это видео будет на несколько часов, готовьте себе сразу там завтрак, обед и даже, наверное, ужин. Не знаю, кто досмотрит до конца, если что, я укажу тайм-коды в инфобоксе. Если эта пудра когда-то пропадет, я, наверное, буду плакать, потому что у меня нет другой 100% замены и другой пудры, которую я смогу нанести и на все лицо, и под глаза, и сделать ее легкий бейкинг. Например, если я использую любой увлажняющий консилер и в небольшом количестве влажным спонжем нанесу эту пудру под глаза, у меня будет эффект такого макияжа звезды. То есть и визуально все замечательно смотрится, настолько гладко, кожа не пересохшая, при этом держится все феноменально. Не просто до конца дня, а даже до утра можно с этой пудрой танцевать, что угодно делать. Нигде не указано, что она водостойкая, но представляете, на свадьбе моего брата я была накрашена тональным таны доль, припудрена вот этой пудрой, и мой младший сын споткнулся и случайно вылил мне прямо в лицо стакан компота, ну чего-то, короче, красного. Я такая, ага, прикольно, ну как бы я даже не нервничала, потому что, ну что ты сделаешь, я взяла салфетку, промокнула, и мое лицо было матовым, макияж никуда не поплыл. Поэтому я даже могу сказать, что такое сочетание, не корректора, а консилер Хелена Рубинштайн, тональный ланком и вот эта пудра переживут все что угодно. Наверное, даже можно искупаться в бассейне, но пока что я это не пробовала. Пудра от Too Faced, она у меня, кстати, в прозрачной версии, но она слегка желтая. Я люблю слегка желтоватые консилеры, в сочетании с этой пудрой получается не старомодное высветление вот этого треугольника или даже Т-зоны, а наоборот, просто вот такой эффект, как будто я выспалась, как будто я такой свежечок, бодрячок по жизни. Эта пудра очень хорошо закрепляет макияж, но при этом не перегружает его, она супер мелкая, она не дает дополнительного покрытия, она придает коже даже не то, чтобы свечение, в ней нет никаких светоотражающих частичек, которые заметны человеческому глазу, но когда я наношу ее на Т-зону, эффект виден, но нет ни единой блестки. Я не знаю, как они это сделали, еще и пудра не пересушивает. Но если вам нравится что-то супер матовое, но такое прям вуальное, чтобы эта пудра не ощущалась, чтобы она просто матировала ваше лицо надолго, для меня это даже слишком, и я ее крайне редко пользуюсь, но это одна из лучших пудр, если кому-то из моих близких нужна будет матирующая пудра, которая не утяжелит макияж, которая скроет все поры, которая вот прям как перышко, как, ну не знаю, что-то такое, что невозможно потрогать, невозможно представить, она как пыльца растворяется на макияже и обволакивает его, это бренд Sensai, самая мелкая пудра, которая была на моих пальцах, которую я пыталась там как-то рассмотреть, ничего не понятно, но то, что она делает на лице, это матовая фантастика. Самая любимая из нерассыпчатых пудр, которая дает дополнительное покрытие, сглаживает лицо, которая исправляет все погрешности макияжа, то есть смотрим, что тон лежит как-то странно, берем эту пудру, наносим вместо тонального крема, как моя мама, тоже пудра от Мак очень хорошо подойдет, кстати, это удивительно, я знаю девчонок, у кого жирная кожа, которая пользуется ей на постоянной основе, она не создает какое-то непонятное месиво на нашем лице, но она не матирует, то есть это, знаете, как, ну вот сатиновая ткань, знаете, как выглядит, она имеет легкое свечение, вот приблизительно то же самое мы получаем с вот этой пудрой, и, например, если вы там накосячили с бронзером, скульптором, берем эту пудру, все зашлифовываем, если здесь некрасиво дотушевали тени, наносим на кисточку, все подправляем, сейчас я тут себе натру, и оттенок, который подходит мне в любое время года, это Medium, это феноменальная пудра, я не знаю, сколько раз я ее покупала, 5-6 раз, но она того реально стоит, пудра, которая дает очень красивое атласное свечение, но она легче, она вот просто закрепляет макияж, она не пересушивает, она тоже подправляет любой тональный крем, и вот она прям вуальная, ее можно наносить и поверх матовой, например, для того, чтобы придать коже свечение, но при этом, чтобы, например, ваш макияж держался супер классно. На Т-зону наносим вот эту пудру Sensai на периферию для свечения, для такого красивого здорового лоска на возрастной коже, это будет что-то вообще на плотную тональную основу, чтобы не нагружать лицо, которое так уже в идеальном состоянии, берем пудру от Estee Lauder, это Perfectionist, она так и называется, у меня это оттенок Light Medium, я не могу сказать, что она имеет какой-то цвет, но вот, когда набираешь на палец, то видно, а потом разносишь ее по лицу, и могу ее пользоваться в любое время года, здесь также есть такое место с хайлайтером, можно все вместе смешивать, или же наносить аккуратненько только пудру и хайлайтер, который очень красиво, благородно смотрится, только на выступающие части нашего лица. Очень много информации, но я стараюсь как можно подробнее все разжевать, возможно, кто-то попадет на это видео, кто никогда у нас тут в гостях не был и впервые видит эту продукцию, а кто смотрит постоянно, те и так уже знают, что я думаю по поводу всех средств. Пудра от Hourglass. Девочки, я еще расскажу, что и мальчики, если вы меня смотрите, мне не подходит оттенок Dim Light, я выбрала себе палетку с чуть более темной пудрой, бронзеры Hourglass на мне смотрятся некрасиво, они слишком рыжие, и здесь хайлайтер, вот он, и румяна. Я напишу вам точно, как она называется. И вы знаете, эта пудра, если сравнить с Estee Lauder, то она имеет такие, не то чтобы блестки, но видны частички, ее нужно вшлифовывать. То есть берем кисть, вот, и вот такими вот движениями, да, или вот как-то так ее наносить. То есть, если Estee Lauder, то вообще может и без зеркала наносить пудру, то здесь вот такими движениями зашлифовывающими. Я не знаю, как она это делает, при том, что она супер сияющая, сейчас тут нет никакой пудры, расскажу вам в двух словах, она не подчеркивает какие-то неровности. То есть, если у вас прямо какие-то проблемы на лице, то, наверное, стоит выбирать какие-то другие пудры. Но я еще не видела идеально гладкой кожи, на которой бы не было ни единого бугорка, ни единой морщинки, ни единой поры, но эта пудра скрывает даже поры, и она смотрится хорошо с каждым тональным кремом. За это я ее полюбила, а вот с Димлайт мы не подружились. Для бровей я покажу всего одно уникальное средство. Все остальные даже рядом не стояли. Если вам нужен гель для бровей, железобетонной фиксации, если у вас супер непослушные брови, или же если вам нравится такой эффект, когда брови как бы разложены, как после долговременной укладки, мне здесь негде такое сделать. Да, я как-то немножко побаиваюсь. И вообще у меня есть гель, который мне это дает, поэтому я особо уже как-то даже не заморачиваюсь. Это бренд Lancome. У него такая специфическая щеточка, с которой я настолько привыкла, я к ней приловчилась буквально сразу. У меня был и оттеночный, и когда-то кто-то мне сказал, что их снимаю с производства. Я начала искать, их нигде не было в продаже. Я думаю, господи, что я буду делать? Есть неплохие гели для бровей, но этот мой самый любимый. И даже если у вас челка, которая там постоянно движет вашими бровями, то поверьте мне, что с этим гелем ваши брови не сдвинет даже реактивный самолет. Теперь давайте перейдем к румянам. Если бы у меня забрали все, или мне нужно было бы купить только одни, на все случаи жизни, это были бы D&D от марки MAC. Я люблю сияющие румяна, я люблю, когда много румян на лице. А вот эти румяна, они как бы и нежные, но при этом заметные. И это такой фреш в упаковке, честное слово. Персиково-розовое румяна. И когда-то даже мне казалось, что они более персиковые. Но сейчас по сравнению с другими, которые есть в моей косметике, я понимаю, что это идеальный баланс. И вот если посмотреть сводчи, то они кажутся такими заметными на лице. То есть какие-то там блестки, даже не блестки, а легкий такой шиммер. Но когда ты наносишь их на лицо, то он куда-то пропадает, и есть просто красивый блеск. Сегодня эти румяна на мне и в очень-очень многих видео я накрашена именно ими. Когда я не знаю, когда у меня будет помада более теплая или холодная, или что я там придумаю, что я буду надевать, я всегда беру вот эти. И даже когда я крашусь очень рано, например, и плохое освещение, я все равно беру эти румяна, я знаю, что я выйду, и буду выглядеть нормально. Оттенок, который не встречался мне в других брендах, даже люксовых, это джентл, такая слива, спелая слива с золотистым переливом. И вот очень часто я люблю смешивать эти румяна с другими. То есть наношу одни румяна, а потом набираю чуточку вот этих и прямо на яблочко. И в сочетании с вот такими лиловыми помадами это что-то невероятное. Очень часто у меня спрашивают, Оля, что за румяна на тебе, когда я добавляю их немного в макияж или наношу просто в качестве единственных румян на свое лицо. Если вы не особо умеете краситься, если вы постоянно перебарщиваете с румянами, за это вы их не любите, ну, хотелось бы что-то попробовать, если вы не знаете, какой оттенок вам подойдет, и вообще вам просто нужны румяна, которыми вы быстро накраситесь, и которыми вы не перебарщите, и которые не будут сильно блестеть, если у вас возрастная кожа, например, есть заметные морщинки, и вы хотите румяна, которые просто вас освежат. Они будут смотреться так, как будто вот, знаете, смотришь на девушку, и за километр видно, что она накрашена. Нет, они смотрятся уместно в любой ситуации, они идеально дополняют любой макияж, и у них очень универсальный оттенок. Речь идет о румянах от марки Estee Lauder, они как-то у меня были в другом оттенке. Я уточню у мамы, я как-то вам показывала, по-моему, 240 или, ну, в общем, напишу в инфобоксе. Вот он такой розоватый, очень красивый, тоже такой, но это не прям розовые румяна поросячьи, нет, они очень гармоничные, и это я вам скажу, что они более розовые, или более персиковые, но на любом оттенке кожи, на любом типе внешности они будут смотреться, вот будете выглядеть, как лялечка, поверьте мне на слово. У меня же румяна в чуть более персиковом оттенке, ну как, они такие персиково-розовые, но по сравнению с Денти, они чуть более персиковые, и те, и другие, я могла бы посоветовать, тоже невесточные, такие нежные, вот такие на светлой коже, это ох и ах, поверьте мне, но если у вас загорелая девушка, это единственный вот момент, на вас их, возможно, не будет видно, и они уже без блесточек, это такие сатиновые, благородные румяна, если хотите себе люксовые румяна, то обратите внимание на Estee Lauder, я думаю, что они как-то так редко говорят, и мне хотелось бы, чтобы это изменилось, и, конечно же, классика жанра для любителей сияющих румян, для рабочего кейса визажиста, для такого повседневного использования, опять же, под каждый макияж, это румяна Orgasm от марки Nars, они у меня есть в разных форматах, но я сразу хочу вам сказать, что, в принципе, это один из моих любимых брендов декоративной косметики, вот как-то тон я не могу себе подобрать, чтобы прям был самый-самый любимый, да, но все остальное, все, что я пробовала, меня более чем устраивает, это действительно эти средства, которые я люблю, и вот здесь у меня сразу и хайлайтер, и бронзер Laguna, если вы увидите вот такую лимитированную палетку, трешку там с их флаговыми средствами, то берите, не раздумывайтесь, потому что они будут у вас в использовании, что касается оттенка Orgasm, то он самый розовый из всех, которые я показывала с таким золотистым шиммером, но это, опять же, не такой шиммер, который будет видно за километр, но с этими румянами вы спокойно можете не пользоваться хайлайтером, и также их будет заметно на светлой коже, наносим чуть-чуть, хорошо растушевываем, и даже если вы девушка с таким темным оттенком, то на вас будет эти румяна заметно, будете смотреться очень отдохнувшие, такой угловый, красивый финиш на лице, я часто ими пользуюсь. Любимый такой бронзеро-скульптор, то есть средство два в одном, он и не теплый, но и не слишком холодный, не серый, не такой серо-лиловый, но он очень, естественно, смотрится на лице, и его можно наслоить, и здесь, опять же, такая запеченная формула, и он прямо аж скользит по лицу, он настолько плавно наносится, девочки, я вам не могу передать это словами, но по дырочке, я думаю, понятно, что я пользуюсь им очень часто, и он действительно горячо любим мною, и он закончится, я побегу за ним в магазин, несмотря на то, что он не самый бюджетный, нужно отдельно купить упаковку, она недорогая, там, ну, знаете, все эти заморочки для визажиста, девчонки, это просто must have, потому что даже на светлой коже это будет смотреться так гармонично, и вы не будете перекраивать свое лицо, это давно не модно, это, знаете, просто, просто как будто вы от природы вся такая рельефная, чуточку загорелая, и, ну, я много раз рассказывала о нем, и не просто так, вот эта штучка от Armani, бешено дорогая, и когда я покупала ее, я еще думала, вот оно мне надо, я не пользуюсь кремовыми скульпторами, и вообще, я буду этим пользоваться или нет, оказалось, что я пользовалась им всю весну, все лето, и даже в повседневном макияже, когда я наношу там сиси крем, для того, чтобы не смотрелось лицо прям сильно плоским, я немного наношу этого средства, и оно до сих пор у меня не закончилось, это средство без текстуры, то есть, ты наносишь его, и оно, вот как бы гелевое что ли, ну, то есть, мокрое просто, текстуры геля нет, но ты также не видишь вот этой базы, которая иногда есть в любом средстве, оно как будто растворяется, при этом придает явную скульптуру лицу, у него приятный оттенок, и те, кто его наносит в большом количестве, говорят, что его не видно, девушки даже со светлой кожей, я не знаю, как вы это делаете, я беру обычную плотно набитую кисть, и вот так топчусь на месте, я показывала вам, как я наношу его, и я думаю, что даже при том, что камера съедает оттенок, и при том, что я была загорелой, все равно было видно, что рельеф на лице есть, и он не от природы, потому что у меня круглое лицо, на самом деле, и он до сих пор не собирается заканчиваться, и, вы знаете, закончится, я побегу за новым, даже несмотря на то, что цена, блин, кусючая, и в последнее время у меня, тоже такая небольшая зависимость от бронзера, от бекки, он светлый, я вот для себя недавно поняла, что в моих фаворитах очень много запеченных средств, и этот бронзер не исключение, чтобы вам максимально дать понять, как выглядит этот оттенок, вот если вы в черный чай нальете молоко, у вас получится такой цвет, он не рыжий, и это не кофе с молоком, он не слишком холодный, он вот такой нейтральный, и благодаря своей текстуре, он прямо аж вот кремовый такой, то есть это не крем, но он просто настолько мягкий, он так пластично наносится, он так хорошо наслаивается, растушевывается, и опять же, это сатиновый финиш, здесь уже нет таких явных блесточек, но на лице это не матовый эффект, наоборот, лицо такое вот, как я люблю, немножко сияющее, но все в меру, я могу быть более сияющей, чем сейчас, но для видео я уж так, немножко успокоила тени, с тенями все довольно сложно, и я люблю по-настоящему нюдовые макияжи, или макияжи дымки, мне не то, чтобы сложно работать с сильно пигментированными тенями, но даже вы, когда видите меня с таким ярким, темным, насыщенным макияжем, вы говорите, Оль, ты выглядишь старше, там макияж прикольный, но он не для тебя, и вы знаете, когда я хочу выглядеть хорошо, и когда я хочу быть уверена в своем макияже, что он подойдет по любому мероприятию, что днем я тоже не буду смотреться, как городская сумасшедшая, для меня это вот такой макияж глаз, но я знаю, что есть девушки, которым нужно выстраивать форму, которым идет, реально идет более темный макияж глаз, у меня есть такая подруга, которая всегда говорит, ну это для тебя, а мне давай что-то потемнее, и когда я смотрю, как она красится, и когда она не накрашена тенями, действительно ей подходит такой яркий макияж, и тут уже смотрите сами, поэтому давайте сначала я покажу такие базовые тени на каждый день, для вот такого макияжа, как у меня сейчас, их тоже можно наслоить, и это просто те оттенки, которые я люблю, в принципе я могла бы взять палетку, не знаю, от Эвелайн или от Хаан, и сделать приблизительно то же самое, но мы сегодня говорим о люксе, сегодня у меня на глазах супер нежные тени от Армани, в 11 оттенке, это такие золотисто-розовые, полупрозрачные тени, которые гармонично смотрятся и на моей внешности, и например на моей маме, у которой темнее оттенок кожи, более теплый, и у нее еще и такой холодный блонд, с более темными корнями, ну я не знаю, как это возможно, но она говорит, Оля, я тоже хочу, я ей на праздники обязательно подарю, хорошо держатся, очень быстро и просто растушевываются, замечательно для повседневного макияжа, и даже на выход, самый идеальный базовый оттенок для светлокожих девушек, для прорисовки складки века, сегодня как раз и накрашена этими тенями, никаких проблем у вас с ними не будет, запоминаем, это тени от Inglot 357, именно матовые, без шиммера ничего, самое обычное, но такие цвета сложно найти, и хватит вам на века, в принципе все, что я покажу из теней, очень долго расходуется, поэтому по некоторым оттенкам, даже незаметно, насколько долго они в моей косметичке, но у меня конечно много всего, но это то, что я всегда вожу с собой в какие-то поездки, когда я хочу накраситься, и выглядеть как я, в первую очередь, чтобы мой макияж был красивым, вот это вот средство, для красивого макияжа, девочки, и более розовый базовый оттенок, но он такой холодноватый, это Malt, я честно говоря, немножко подустала от всех этих рыжих, теплых, огненных цветов, и сегодня также на мне оттенок от Mag, это матовые тени под названием Hooks, все произносят по-разному, но наверняка вы уже о нем наслышаны, красивый такой лилово-коричневый оттенок, который можно наслоить, который можно сделать из Smoky Eyes, сегодня я немножко добавила его для глубины цвета у линии роста ресниц, и граммулечку растушевала к складке века, но можно сделать более яркий, более заметный макияж, до сих пор любимая коричневая палетка, это Coco Mirage от Tom Ford, возможно в ней есть немножко теплинки, но это не точно, нужно пробовать на себе, если такой возможности нет, то просто поверьте мне на слово, что это супер качественные люксовые тени, которые очень просто быстро растушевываются, ими можно сделать и такой легкий макияж, как примерно сейчас, только без блеска, и создать например Smoky Eyes, или макияж с красненкой, потому что вот этот оттенок, он более сатиновый, и вот когда уже все завершено, опять же добавляю немножко этого, и цвет глаз становится таким интенсивным, таким глубоким, таким интересным, ваш макияж хочется рассматривать, при том, что он базовый, и эти цвета не перекраивают внешность, то есть они наоборот подчеркивают то, что нам дано природой, обожаю, обожаю, вот не знаю, никто не заставит меня сказать плохие слова об этих тенях, потому что чего бы у меня не было, я всегда возвращаюсь к ним, когда мне нужен гарантированно красивый, качественный, блин, дорогой макияж, причем дорогой не в плане цены, а по эффекту, который я получаю, в дополнение к вот этой палетке, я бы советовала присмотреться к нюддип, я как-то сначала очень скептически к ней подошла, но чем больше ей украсилось, чем больше вопросов она вызывала от вас, чем больше я красила людей, потому что я красила, ну и своих подружек, и маму опять же, вот эти макияжи просто хочется рассматривать, в них есть что-то особенное, это холодная гамма, и это светлые тени, для того, чтобы сделать макияж более насыщенным, вам нужен как минимум темный коричневый, то есть это может быть самостоятельная палетка для светлых макияжей, но если хотите глубины, то я думаю, что вот этого цвета может быть недостаточно, но вот эти две палетки, они друг друга дополняют, и я не жалею, я не хочу избавиться ни от одной из них, если вы хотите себя побаловать чем-то от Тома Форда, то есть еще и такая палетка, называется она Golden Mink, я надеюсь, что я правильно читаю, 0-1, тоже много я ее пользуюсь, она у меня с этой осени, здесь два таких коричневых оттенка, они сатиновые, всегда, когда я не знаю, что накрасить, что я буду одевать, и вообще, что в нем я тоже не выглядела, как будто я пришла с ночной смены, я всегда беру вот этих два оттенка, что-то там нарисовала, и всегда все хорошо растушевано, и это очень круто смотрится, и в дополнение к этому, здесь еще и два глиттера, которые сами по себе не имеют базы, то есть они наносятся поверх уже готового макияжа, они цвета не дадут, вот когда уже все завершено, вы набираете чуть-чуть на палец, чпок-чпок, и у вас такое сияние, вот появляется какая-то даже искра в глазах, совершенно по-другому макияж выглядит, тоже очень люблю, остальные палитры, у меня были еще две, Honeymoon я что-то как-то не поняла, не знаю, там сложная для меня текстура теней, и еще какая-то у меня была холодная, тоже не мой вариант, если же вам нужна рабочая лошадка, но не рыжая, и не матовая, иногда матовые тени могут еще и стареть, могут делать наши века даже каким-то таким пожеванным, и вот эти отдельно лежащие тени, как будто из прошлого, из 90-х, это не то, это сатиновые тени, которые, вот знаете, вуальные, они дают оттенок, и очень красиво, дорого, в хорошем смысле этого слова, смотрятся на веках, и они уже более темные, и здесь очень классные оттенки, никогда бы не подумала, мне эту палетку как-то подарили, это Yves Saint Laurent, пятая палитра, и здесь очень удачные оттенки, потому что есть в уголок глаза, и на все века можете нанести и дневные макияжи, и smokey eyes, мне вот достаточно было каких-то трех любых оттенков, для дневного макияжа, или более насыщенного вечернего варианта, я использовала уже такие глубокие тени из этой палетки, вот такая малютка меня очень сильно удивила, и у меня рука не поднимается ее кому-то передарить, потому что опять же, когда я хочу плавную тушевку, когда мне нужен просто классный макияж, я беру ее и все в порядке, не представляю свой праздничный, нарядный, какой-то вы знаете, экстра макияж, без пигмента от марки MAC, это и как золото, и немножко теплинки в нем есть, это как такая переливающаяся бронза, наверное, и он настолько гармонично смотрится, со всеми остальными оттенками, я просто настоятельно рекомендую вам купить себе миниатюру, вот такой большой пигмент вам даже не нужен, если вы красите только сами себя, и даже в качестве повседневных теней, вы можете наносить не влажным способом, а просто небольшое количество тоже, вот посмотрите на него, пожалуйста, потому что это мой настоящий must-have, и я опять же скажу, что всегда, когда мне хочется выглядеть красиво, я воспользуюсь вот тенями, которые я упоминаю, также очень люблю тени NARS, но моя любимая палетка была лимиткой, я не могу сказать, где еще можно купить, она с прошлого года, но тени NARS тоже заслуживают внимания, потому что они как-то красиво смотрятся на веки, не создают эффект старых век, хорошо растушевываются, не осыпаются во время макияжа, если же вам нужно что-то, вот чтобы поиграться, прям насыщенные интенсивные макияжи, если вам нужны какие-то уникальные оттенки, если вам нравятся современные, такие более плотные, насыщенные цвета, которые не нужно сто раз наслаивать, которые раз нанес и сразу видно, мне очень нравится и по тушевке, и по мягкости тени от марки NABLA, и от Анастасии Беверли Хиллз, тут уже выбор за вами, если вы найдете подходящие конкретно для вас оттенки, эта палетка будет идеальна для вас, для повседневного использования, то я буду для вас только рада, у меня пока что нет вот одной палетки, которую я могла бы везде возить с собой, чаще всего я миксую, но факт остается фактом, что эти тени превосходны, вот по-другому не скажешь, и в работе, и в носке, и сами оттенки, в прошлом году я делала праздничный макияж при помощи этих теней, разыгрывала эту палетку, шикарнейшие, шикарнейшие, и нарядные, и базовые оттенки матовые здесь также есть, но, например, мне не хватает там каких-то сияющих на каждый день, я себя побаловала и купила ту палетку, которая прям привлекла мой глаз, я сделаю на нее обзор, просто знаете, что Анастасия Беверли Хиллз, они мягкие, они очень круто тушуются, они пылят, и я бы сначала делала, например, макияж глаз, а потом макияж лица с теми тенями, которые я показывала ранее, я могу себе позволить сначала нанести тон, а дальше сделать макияж глаз, и у меня под глазами ничего не будет, то есть все более аккуратно, чем с тенями Анастасия Беверли Хиллз, но по пигментации, по насыщенности цветов, конечно же, нет равных Анастасии и бренду Nabla. Мне кажется, на помаду у меня даже не осталось сил, ну ладно, давайте вкратце, чтобы вы не взяли от бренда NARS, вам однозначно это понравится, будь то классическая матовая помада, которая сегодня у меня на губах, в оттенке Букара, это матовая помада, но она очень комфортно лежит на губах, она их не пересушивает, сегодня, когда я наносила, думаю, блин, у меня такие пересохшие губы, что это будет, но она как-то очень хорошо усаживается и не ощущается при этом супер стойкая. Вообще, средства от NARS, очень стойкие на губах, я не знаю, как это возможно. Матовая, чуть не сказать классическая, но уже в моем понимании классическая формула, то есть жидкая матовая помада. У меня было несколько, и в последний раз мама забрала мою любимую, там был оттенок American Woman, это уже Save the Queen, и вот этот более яркий, а тот, который у мамы, он такой более глубокий нюд и чуточку теплый, но все равно просто, просто обалденная помада. Глайды для губ, это такая моя любовь, у меня оттенок Roseland, красивая пыльная роза, смотрится как лаковая помада на губах, стойкая, тинтует и ухаживает за губами. Или же тинтующие такие плотные блески, они не склеивают губы, но дают хороший плотный оттенок, как и все средства для губ от NARS, их не нужно наслаивать, они не растекаются, не размазываются, и причем цвета всегда очень выигрышные, нет чего-то такого непонятного, и даже какие-то сумасшедшие оттенки смотрятся так уместно, вот что бы ни намазал на себя, всегда получается очень круто. Та же история с брендом Estee Lauder, любая линейка, попадание в яблочко. Я как-то делала для вас видео, где показывала оттенки на себе, вот это одни из самых дорогих помад у Estee Lauder, ну и блески, и лаковые помады, и у меня было много всего, что-то позаканчивалось, и опять же вам говорю, что оттенки там, смак у нас давно любой, и выделю сегодня два оттенка, самый универсальный нюд, вот я не знаю, какой бы оттенок кожи у вас не был, берите, молодости, это кремовая помада, она не супер стойкая, но зато она не сделает ваши губы какими-то пересохшими, такими скукоженными, и для любого smokey eyes, и если вы любите там быстро подкрашивать губы помадой на бегу, молодости вам в помощь, и многие купили ее по моей рекомендации, всем своим подругам подарила, кому-то на праздники, кому-то просто так, и мама, все пользуются, так, и оттенок mer, насыщенный, и в пир и в мир, если вы стесняетесь красной помады, лиловой помады, вам нужно что-то поспокойнее, причем, чтобы подчеркивало вашу внешность, когда, например, у меня глаза уставшие, я делаю акцент на губы, и вот это идеальная акцентная помада, ну что, теперь у нас время конкурса, у нас еще будет и новогодний конкурс, но сегодня я хотела бы разыграть новую палетку от бренда NABLA, вообще на мейкапе там столько всего интересного, но мне захотелось подарить вам что-то необычное, что-то особенное, что-то, что поможет вам сделать нарядные макияжи, поиграться с какими-то новыми оттенками, примерить что-то новое, и попробовать вот эту феноменальную текстуру, потому что тени мягчайшие, такие шелковые, и я уверена, что каждая из вас найдет подходящее сочетание оттенков, которое подчеркнет красоту и глубину ваших глаз, я верю в то, что с этой палеткой все получится даже у новичков, у тех, кто только начинает свое приключение с макияжем, и также выбрала для вас кое-что из польской косметики, и что-то, что опять же пригодится вам на праздники, это супер сияющий хайлайтер, вообще поляки довольно быстро реагируют на какие-то хиты, которые есть на рынке, если помните, у Анастасии Беверли Хиллз был знаменитый хайлайтер, который сделал такой фурор вообще, он назывался Амрези, был создан в коллаборации с блогером Амрези, я не успела его купить, как и многие другие, но поляки очень умные, потому что они сделали аналог, который чуточку дешевле, но бренд Паэса по качеству вас не разочарует, у них очень хорошие тени, у них сливочные помады, приятнейшие в использовании, но я выбрала для вас хайлайтер, о котором еще мало кто говорит на русскоязычном ютюбе, но себе я тоже такое заказала, потому что мне хочется, чтобы более широкая публика о нем узнала, и вообще я всегда стараюсь поддерживать производителей, которые не у всех на слуху, о которых возможно вы не знаете, и также мне хотелось бы подарить вам чуточку такой осенне-зимней атмосферы, атмосферы праздников, если помните, очень-очень давно я была одной из первых, кто говорил о бренде Янки Кэндл, и у них есть не просто свечи, а воски, и вот воски мне нравятся гораздо больше, нет вот этих проблем с тем, чтобы свечка там правильно догорала, чтобы ее как-то обрезать, и очень часто они слишком интенсивно пахнут, и воски это такая история, когда в подсвечник кладешь кусочек воска, даже сразу полностью весь не используете, а кусочками, и вот этот аромат, он распространится моментально по всему помещению, в котором вы зажжете, и тоже у вас будет эффект, который дает свеча, неповторимый уют, тепло, и атмосфера, которая скрасит ваши долгие осенне-зимние вечера, обязательно участвуйте в конкурсе, условия как обычно самые простые, я оставлю все в инфобоксе, я надеюсь, что это видео было для вас полезным, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, я очень-очень сильно старалась, на этом будем прощаться, всех целую, обнимаю, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok